СПОНСОР ВИДЕО Всем привет! Снова на повестке дня перевод от Дарона, и мы продолжаем рубрику «Насколько сильны?». И сегодня мы поговорим о людях, выясним, насколько они умны и умелы в бою, исходя из их физических данных, культуры и прочих способностей. Много тысячелетий назад титаны прибыли на планету и очистили ее от тления древних богов. Впоследствии они создали своих собственных слуг, известных как титаниды, чтобы взять планету под контроль. Одни из них — врайкулы, грозная раса гигантских воинов. Когда Йоксарон создал проклятие плоти, врайкулы одни из первых поддались этой болезни. Во время Гражданской войны группа врайкулов последовала за Тиром в его восстании против Локена. Они последовали за ним на восток, и после того, как их выследил Закаш, хранитель Тир пожертвовал собой. Врайкулы были настолько тронуты этим благородным поступком, что решили поселиться на месте его смерти, назвав его Тирисфаль в честь падения Тира. Вскоре, когда проклятие плоти проникло в самое сердце врайкулов Нордскола, вождь приказал убить детей, которые считались слабыми. Некоторые родители не подчинились и отправили их в Тирисфаль, услышав легенду о жертве Хранителя Титанов. Так или иначе, пройдет много лет, и эти люди начнут меняться. Долгое время они были очень дикими, племенными и постоянно сражались друг с другом. Однако все изменилось, когда Аратти решили объединить всех людей. Благодаря войне и дипломатии они сформировали нацию Аратор, построив столицу Стром. Впервые дикие люди стали цивилизацией, и силой с которой было опасно шутить. Большей причиной этого союза была угроза троллей на севере, и вскоре после того, как они начали войну. Люди помогали высшим эльфам победить троллей, а в ответ эльфы обучили их владению магией. Некоторое время спустя Аратор разделился на множество человеческих королевств, от Лордерона на севере до Штормграда на юге. Они больше не представляли единого государства. Однако тысячелетия спустя со вторжением орков у них была общая цель, которая заставила их снова воссоединиться. Альянс Лордерона разгромил орду орков после жестокой и кровавой кампании. К сожалению, лишь несколько лет спустя все развалилось, когда возникнет новая угроза — плеть. С падением большинства королевств Штормград теперь является самым сильным бастионом человеческой цивилизации. С воссозданием Альянса они, по сути, являются ведущей и самой многочисленной расой. После новых вторжений, угроз и войн с Ордой, люди стали еще сильнее, чем когда-либо. Итак, с этой короткой историей каковы характеристики людей и насколько они сильны? Как и люди реального мира, люди Азерота варьируются в среднем от 160 до 190 сантиметров в высоту, а некоторые люди доходят и до 200. Их цвет кожи колеблется от темного до очень светлого. То же самое касается и цвета волос. Естественно, они кажутся очень мускулистыми по сравнению с такими расами, как эльфы. По сути, они являются уменьшенной копией своих предков в райкулов, что были почти в три раза больше. Так же, как и орков, то, что делает людей сильными, это их чувство общности. Они находят утешение в упорядоченном и справедливом обществе. Они обычно живут в деревнях, городах и поселках, и их сила исходит от количества и интеллекта. Несмотря на то, что они относительно недолговечны по сравнению с эльфами, их интеллект может привести к большим достижениям, когда дело доходит до магов. В отличие от многих других рас, они на самом деле не понимают почитания природы, которая так дорого другим. Много лет назад они практиковали основную форму друидизма, но это было давно заброшено. Возможно, самой сильной опорой их общества является их вера в свет небес. Свет — это главная религия людей. Помимо воинов, таких как паладины, которые защищают свое королевство, есть также жрецы, что вселяют надежду и, распространяя веру, крепко связывают общество. Несколько уникальной чертой, которой обладают люди, является их необузданная страсть и амбиции, которые привели их к созданию всех этих королевств и познанию многого за относительно короткий промежуток времени. Их могущество зависит от организации, дипломатии и обучения. Люди не являются расой одного класса — от воинов и охотников до магов и чернокнижников. Как известно, во время Второй войны, так и сейчас люди наиболее сильны, когда объединены, особенно с другими расами. Таким образом, их интеллект и дипломатические навыки привели к созданию альянса, значительно укрепившего их власть. С точки зрения ведения войны, они используют много стратегий и тактик с универсальными классами, а также осадные машины, катапульты и различные военные машины. Люди также строят крепости и сторожевые башни, чтобы укрепить свои позиции. Таким образом, в заключении, несмотря на физическую мощь, основная сила людей исходит из социального аспекта их природы. В отличие от многих рас, которые полагаются на одну или две характеристики, люди буквально являются мастерами на все руки. Это воины, жрецы, инженеры, маги, фермеры, исследователи и многие другие. Имейте в виду, что в этом видео я не охватил всех людей, сохранив култиросцев для отдельного видео. Независимо от того, люди как расы являются одними из самых важных и в настоящее время одной из самых мощных рас в мире Азерота. А на этом все. Понравилось ли вам видео? Пишите в комментариях, о какой следующей расе сделать рассказ. Спасибо за просмотр. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова